У плохого парня в боксе больше всего поклонников. Вермахт, Люфтваффе, Крикс Марин и так далее. Ну и, конечно, трофеи, которые привезли их деды. Всем привет, с вами видеоблог Варстори, я Алексей, с нами Отто. Привет, Отто. Привет, Алекс. Отто наш подписчик, и мы пересеклись с ним на выставке антиквариата в Хаутене, здесь, в Голландии. Отто сотрудничает с военными музеями, и сейчас вы видите его работы. Это нечто невероятное. И, конечно, Отто коллекционер. Покажи нам часть своей коллекции, пожалуйста. Да, Алекс, спасибо. Вот часть моей коллекции, и эту диораму я построил сам. Мне всегда хотелось сделать нечто подобное, и все эти манекены я расписывал сам, вручную. Когда я только начинал коллекционировать, я начал покупать все, по Вермахту, Люфтваффе, Крикс Марин. Но потом я решил сконцентрироваться только на Waffen SS. И вот перед вами результат, то, во что я вложил свои деньги. И лица у этих манекенов невероятно детализированы. Ты все это сделал сам? Да, здесь в основе винтажные манекены из 70-х и 80-х годов. В наши же дни в витринах магазинов мы видим другие манекены с симметричными лицами, без глаз, без рта. Манекены же из 80-х имели черты настоящих живых людей. У некоторых, например, были зубы, и выглядели они как настоящие люди. Сейчас такие манекены очень сложно найти и купить, но у меня есть свои источники, которые мне их поставляют, и после этого я их раскрашиваю. И вот много лет назад я начал этим заниматься, поскольку обычные манекены меня не устраивают, они часто выглядят как зомби. И я решил, что хорошие вещи и дорогая униформа заслуживают гораздо более интересных манекенов. Так что я начал расписывать их сам, и у меня это получилось, по словам других коллекционеров и моих друзей. Я начал делать манекены и для них, и так начался мой новый бизнес. А потом во время короны у меня появилось много свободного времени, и я начал рисовать прям много, но также и музеи проявили интерес. Первым был один музей во Франции, и они прислали мне имейл и спросили, у вас есть манекены на продажу? Я сказал, вот, смотрите, есть пять штук, я их только что закончил. Они сказали, окей, берем все пять. Ну и после этого все завертелось. Конечно же, музеи общаются между собой и передают друг другу информацию. Началось все с одного, а сейчас я работаю уже более чем с десятью различными музеями. И, конечно, у меня много планов на будущее. Скажи, а сколько манекенов ты готов изготовить, скажем, в месяц? Ну, в среднем роспись одного манекена занимает от шести до восьми часов, много времени уходит на сушку. Поэтому где-то по одному манекену в день, и не забывай, что это все еще мое хобби. Оно, правда, слегка вышло из-под контроля, и поэтому так, два-три манекена в неделю, и занят я этим после работы. Да, это, конечно, потрясающе, то, что ты делаешь. Я был просто поражен, когда увидел это на фотографиях. Но иногда же ты добавляешь и волосы, и другие детали. Да, иногда неделями идет работа над гнущимися руками, ногами, стеклянными глазами, все возможно. Что же касается данной экспозиции, мы видим, что она всего два на пять метров, так что на десяти квадратах можно построить свой личный музей. Думаю, что каждый может сделать для себя нечто подобное. В старом доме я добавил балки, чуть-чуть обновил обшивку, и одним утром просто начал работать. Да, отличная работа. Что ж, давай поговорим о твоей коллекции, о той форме, которую ты здесь выставляешь. Да, конечно, здесь у нас три солдата Вафен СС. Эта сценка могла быть в Нормандии или на Западном фронте. И здесь представлена летняя форма одежды. Вот, например, так называемый пальмовый камуфляж. Это одна из изюминок моей коллекции. Он совершенно особенный. А вот это мое последнее приобретение. Каска СС с прекрасной декалью. Она сохранилась на 85-90%. К сожалению, нет подбородочного ремня, но это будет моя следующая покупка. И мне нравится добавлять детали, типа часов, но это еще не все. Например, тут на манекене висит МП-40 со специальными подсумками для него. Ну и обувь здесь также соответствует ботинкам на период. На оригинальных фотографиях 12-й дивизии СС в Нормандии часто можно видеть такие же ботинки. Ботинки B-Checker. Ну и теплые носки носили подобным образом. А вот здесь кепи горных егерей с Эдельвейсом на ней. Кто-то может сказать, что это была пехотная кепи, и на нее добавили Эдельвейс. Но по внутренности видно, что она из Дахау. Так что еще одна из крутых вещей в моей коллекции. Здесь же у нас МП-44, также известный как Штурмгивер. Ну и соответственно подсумки для него. Отличный подбор формы, и многие спросят, это оригиналы или нет. Это все оригиналы, насколько мне известно. Я надеюсь, что все это безусловно оригинальное. Мне, как коллекционеру, абсолютно неинтересно собирать реплики вещей. За ними нет истории. На своей экспозиции я хочу сохранить именно дух истории. Да, и у тебя тут еще есть крутые штуки на выставке. Например, вот эти тропические ремни на первом манекене. Такие вещи всегда круто смотрятся на манекенах, и на самом деле это достаточно большая редкость. И еще пряги тут у тебя. Да, мне очень нравятся стальные пряжки на поздний период войны. Да, они всегда выглядят контрастно. Да, вот это очень крутая пряга, она обошлась мне очень дорого. И давай я еще покажу вот эту вещь. На этих ящиках поставлен некий тип эрзац ремней. Они сделаны из такого же прорезиненного материала, из которого изготавливались военные аэростаты. И в конце войны этот материал пустили на ремни, подобные этим. И еще у меня здесь есть рама для переноски патронных ящиков, на которой стоят точно такие же ремни. В конце войны у немцев не хватало материала на обычные брезентовые ремни, и поэтому они использовали этот материал. Совершенно особенный и очень красивый. Да, круто, я таких не видел раньше. Ну и еще одна небольшая деталь, вот там у нас сидит небольшая мышка. Да, отличное дополнение к диораме, как думаешь? Ну и вот, например, неплохая пилотка. Раньше, я думаю, она была пехотной. По следам видно, что вермахтовый орел был здесь. И дальше по приказу пехотную какарду сняли и заменили на череп, но мы все еще видим следы от нее. А это точечный камуфляж 44-го года, и что интересно, внутри есть советские складские штампы. А ботинки здесь производства 1945-го года. Я думаю, что это очень редкая и уникальная вещь. Да, ты прав, это очень редкая вещь. Да, я также собираю немецкие вещи на 45-й год. Уникальность здесь то, что половина Германии оккупирована, заводы разбомблены, проблемы с материалом, но они все еще продолжают делать эти вещи. Сложно поверить, в последние месяцы войны они все уже знают, что Германия проиграла, но все еще делают эти вещи. Вот почему мне нравятся вещи 45-го года. Да, такое продление агонии, так точно. И мне еще очень нравится вот эта небольшая деталь, боевой нож пума за голенищем. И такие ножи, конечно, хорошо известны, их копали в большом количестве в Мурманской области. Да, в Мурманской области было большое количество подразделений горных егерей. И в основном там находились именно пумовские ножи, если сравнивать с другими боевыми ножами. Хочешь сказать, что там больше попадалось пумы, чем других окопных ножей? Да, в Мурманске это так. Посмотрим, да, он в отличном состоянии. Согласен. Да, вижу, он слегка подточен. Бакелитовая рукоять, оригинал, они всегда круто смотрятся. Но я нигде не видел фото, чтобы их носили таким образом. Может, потому что они слишком мелкие на фотографиях, и их сложно там разглядеть. А расскажи нам, как ты вообще увлекся коллекционированием? Ну, много-много лет назад у моего друга был металлодетектор, и мы с ним поехали в Ардена. И там мы нашли некоторые удивительные вещи, которые как будто поместили в капсулу времени. И тогда я почувствовал, что это нечто особенное. Я попался на крючок и начал заниматься металлопоиском. Ну и, конечно, начал собирать коллекцию. А чуть подробнее, как ты пришел к созданию манекенов? Ну, поскольку я сам коллекционер, то меня абсолютно не устраивал вид обычных манекенов. Представь, у тебя есть эти прекрасные вещи, форма, за ними стоит потрясающая искусство. И все это стоит кучу денег. А потом ты показываешь это все на манекене за 50 евро. И я захотел создать картинку, где бы вещи смотрелись наиболее круто. Так что я начал раскрашивать манекены, и если быть честным, то первые попытки были очень ужасными. Но со временем я научился, и мои друзья-коллекционеры стали просить манекена для себя. Начинал я с одного или двух манекенов в месяц. А в период коронавируса у меня не было работы, и было много свободного времени. И тогда я развернул массовое производство. Я разместил свои работы в интернете, и это был большой успех. В период короны я продал несколько сотен манекенов. А когда их начали покупать в музее, это вселило в меня энтузиазм. От одного музея ты переходишь к другому музею, и они всегда хотят что-нибудь улучшить. И как мы знаем, в коллекционном мире всегда происходит куча каких-то улучшений. И мы знаем, что во многих музеях есть прекрасные экспозиции, которые фокусируют нас именно на истории, а не только на вещах. И своими работами я хочу отправить вас в это путешествие. А в каких музеях можно увидеть твои работы? Ну, несколько небольших музеев здесь, в Нидерландах. Например, я работаю с одним небольшим музеем на границе с Бельгией. Я все еще в процессе работы, и надо немного подождать, пока все будет окончено. В Нормандии это, например, музей Победы, который постоянно что-то улучшает в своей экспозиции. Они постоянно вкладывают деньги в новые экспозиции, новые манекены. Также, например, я делал экспозицию, посвященную Отто Функу, в музее Эверлорд. Я всегда работаю с моим другом, которого зовут Иво. Мы к нему пойдем попозже. Мы всегда работаем в команде. Например, я рисую, он раздевает манекены, потом одевает, и это иногда занимает целые недели. И долгие годы мы смотрели на экспозицию по Отто Функу, и это была лучшая экспозиция по СС. Но всегда есть последняя пара процентов, чтобы сделать все еще идеальнее. И тогда мы сказали владельцам музея, что мы хотим пересоздать эту экспозицию и сделать ее еще лучше. И они согласились. И в итоге у нас получилась очень крутая экспозиция. Она полностью воспроизводит известное фото с пятью бойцами подразделения Отто Фанка. Также я сотрудничаю с некоторыми другими музеями, и многие из них спрашивают, могу ли я к ним приехать. Но поскольку это все еще хобби, у меня просто нету времени охватить все. Да, сейчас очередь на мои работы от двух до трех месяцев, и музеи вынуждены ждать. Но это определенно того стоит. Могу я один заказать? Да, конечно. Но, как я и сказал, ты будешь ждать от двух до трех месяцев. Обычно, когда люди связываются со мной через мой веб-сайт, я их спрашиваю, а у вас есть размер формы, на которую вам нужен манекен? Немецкими вещами проще, на них часто есть клейма с размером. И ты понимаешь, какой из манекенов лучше всего подойдет по размеру. Сейчас у меня на складе порядка 80 манекенов. И я выбираю манекены под размер, показываю их людям, и они выбирают один из них. И я его расписываю, и после этого они выкупают его. И я реально заинтересован в покупке одного такого манекена. Я думаю, ты делаешь отличную работу не только в раскраске, но и с фозами. Я бы заказал парню из Люфтваффе, а может просто армейского офицера. Обсудим это позже? Конечно, мы это обсудим. Но сколько они стоят? Базовый манекен стоит 950 евро, включая раскраску. Обычно я раскрашиваю кисти и голову, но люди иногда просят дополнительно покрасить целиком руки. Такие манекены очень сложно найти, и стоят они очень дорого. А сюда входит доставка во Флориду, где я сейчас живу? Нет, доставка в цену не входит. Обычно доставка в Соединенные Штаты стоит 175 евро, включая страховку. Но когда ты закажешь, мы поговорим об этом, Алекс. В Америке очень популярна тема коллекционирования предметов СС, горных егерей и другой элиты немецкой армии. Потому что трофеи этих подразделений являлись, наверное, наиболее желанными. Если кто-то приносил в трофеях подобную пряжку, это означало, что он бился против элиты и победил. И сейчас на этой экспозиции мы видим разные лица и разное оружие, и мы можем опознать их как очень опасного врага. Но этот враг был уничтожен, и победитель забрал его вещи в трофеи. И по моему личному мнению, именно на таких манекенах и с такими лицами надо показывать эти вещи. Мы не видим здесь обычных, ленивых и жирных людей, которые не желают сражаться. Они определенно хотят в бой. И они были очень высоко замотивированы на эту войну. И несмотря на всю эту мотивацию и это шикарное снабжение, они проиграли эту войну. И за эту победу мы скажем спасибо нашим дедам. И когда люди собирают вещи тех, кто являлся самым большим злом за последние века, это не значит, что коллекционеры поддерживают нацистские идеи или их идеалы. Они всего лишь хотят показать военные трофеи своих дедов. Ты знаешь, я не правый экстремист, но я действительно впечатлен этими плохими парнями. Я поясню. Например, в боксе самый жесткий боксер имеет самую большую и преданную аудиторию. Людям почему-то нравится смотреть на плохих парней. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. И поэтому очень важно говорить в твоих видео, что если ты собираешь такие вещи, ты не нацист. Ты просто интересуешься и изучаешь историю зла. Но также важно изучать историю всех сторон конфликта. Я выбрал для себя СС, потому что я интересуюсь этой частью истории. Но я также делаю манекены американских солдат, военных Вьетнама, делал французов на Первую мировую. Да все возможно, даже солдаты наполеоновских времен. Как художник я просто хочу делать прекрасные манекены. И для меня не важно, в какой армии они сражались. Я просто хочу делать что-то красивое. Вот, например, реконструкция головы немецкого солдата. Она сделана по фотографии одним художником и напечатана на 3D-принтере. Одну такую голову я уже начал раскрашивать. Вот, посмотрите, они одинаковые, но это еще не закончено. И мы сделаем полную реконструкцию этого известного фото. Вообще-то это лицо хорошо узнаваемо. Сейчас мы покажем фотографию, и это действительно очень круто. Значит ли это, что каждый может по фотографии заказать, например, реконструкцию своего дедушки? Например, если он служил в Красной Армии, или был американцем, или служил во флоте? Да, конечно, это возможно, и, конечно, это стоит дорого. И чем больше будет фотографий, тем более детально можно реконструировать такую голову. А насколько это дорого? Подобная репродукция без раскраски стоит порядка полутора тысяч евро. И также можно выполнить подобную скульптуру из глины, которая будет гораздо более детальной. Например, со стеклянными глазами, и такое будет стоить три тысячи евро. И когда я работаю с музеями, я всегда работаю со своим близким другом, которого зовут Ива. Он раздевает манекены, одевает их обратно, работает над прической и другими мелкими деталями. Я специализируюсь на немецкой стороне конфликта. А Ива специализируется на американцах. Он живет здесь по соседству. Не хочешь ли посмотреть, что у него там? Да, конечно, это здорово. Я очень хочу попасть туда. И спасибо тебе огромное, что пригласил меня к себе. Мы могли бы делать совместный бизнес. Я действительно хочу купить один из этих манекенов. И когда я его получу, я покажу вам, ребята, распаковку этого манекена, и как я его одеваю и снаряжаю в Сан-Франциско, в Калифорнии. А сейчас мы пойдем к Ифу и посмотрим на американцев. Да, у него прекрасная коллекция, вам точно понравится. А вам, ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и тебе, конечно, спасибо за показ. Увидимся очень скоро. Субтитры подогнал «Симон»